Здравствуйте, уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия. Вновь рада приветствовать всех вас на очередной аналитической экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. И мы продолжаем обсуждение на экологические темы. Сегодня мы будем говорить о роли женщин в экологических мероприятиях адаптации к изменению, произошедших из-за климатических проблем на Земле. И вот, как мы всегда читаем, и принято считать, что женщины — это наиболее уязвимая категория населения мира перед лицом последствий из-за изменения климата. Так ли это на самом деле, и можно ли сегодня без участия женщин, без их знаний и усилий реализовать какие-то изменения для улучшения условий на нашей планете? Насколько женщины стран Центральной Азии вовлечены в эти процессы и с какими трудностями они сталкиваются об этом и других проблемах, мы будем сегодня говорить с женщинами, лидерами экологических движений в своих странах. Сегодня с нами из Казахстана Светлана Харитовнова, экоактивистка. Вопросами экологии она занимается более 25 лет. В общественных экологических организациях она работает 19 лет. Она сейчас является менеджером экологического общества «Зеленое спасение» и также работала, Светлана, уточните, в экологическом музее Караганды, в Карагандинской области. В рамках своей работы она занимается проектами в области экологии, устойчивого развития, сохранения биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий и экотуризма. Также она активистка, является членом Федерации альпинизма в городе Алматы, членом инициативной группы «Вело Алматы» и волонтером общественного фонда «Аджан», который занимается защитой прав людей с инвалидностью. Добро пожаловать, Светлана. Спасибо за то, что приняли мое приглашение. Из Кыргызстана с нами Калия Сарбаевна Молдогазиева. Она директор Центра человеческого развития «Древо жизни». Калия Сарбаевна тоже экоактивистка с огромным бэкграундом. Она кандидат медицинских наук, лауреат Государственной премии Кыргызстана в коллективе авторов за цикл исследований, разработки и внедрения методов, обеспечивающих жизнедеятельность человека в экстремальных условиях среды. Отличник охраны окружающей среды Кыргызской республики. В свое время она была членом Совета управляющих РЭДС Центральной Азии. И у нее также есть опыт преподавания в высших школах медицины. Она преподаватель по курсу «Нормальная физиология». В общем, добро пожаловать. Спасибо, что согласились с нами встретиться. И из Таджикистана с нами сегодня Наталья Ибрисова. Она экоактивистка, тренер-консультант по вопросам экологического образования, энергоэффективности, изменения климата, молодежных движений, экс-координатор проектов «Маленькой земли», консультант по чистому транспорту в Азиатском банке развития, выпускница международного курса по изменению климата лесной службы США с 10-летним опытом работы в охране окружающей среды. И вот в прошлом году, по итогам 2023 года, Наталья была названа в числе 10 лучших женщин мира по версии BBC. К нам, я не вижу, должна присоединиться еще экспертка из Узбекистана. Это Наргиз Косимова. Она основательница сайта «Эколог УЗ». Она тоже активистка и также преподаватель вуза и журналист. Дорогие женщины, пользуясь такой возможностью, мы сегодня с вами накануне нашего праздника. Я поздравляю всех вас с наступающим праздником. Хочу пожелать вам сил, энергии побольше, крепкого здоровья и благополучия. Спустя более века, после того, как этот праздник вообще появился, мы понимаем, за что боролись основательницы этого дня, и это становится актуальным. Женщины – это большая сила, но, к сожалению, что нам вновь приходится отстаивать свои права в наших странах. Итак, давайте поговорим о роли женщины, о состоянии женского активизма в области экологии, об экофеминизме в наших странах. Много ли женщин в этом движении? Чем они занимаются? С какими трудностями сталкиваются? Поддерживают ли их власти? Или, наоборот, препятствуют? Или, рабо, я занята, извините, я вам перезвоню. Sorry, sorry, здесь у меня идут на компьютере звонки. Итак, давайте мы начнем говорить в алфавитном порядке по странам. Светлана, вы готовы? Да, да, я успела. Да, я, да, расскажите нам, пожалуйста, уважаемая Светлана, какая ситуация с экофеминизмом в Казахстане, как обстоят дела, с какими трудностями вам приходится сталкиваться, какие у вас есть успехи. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, что пригласили. Мне хорошо слышно, что дали возможность выступить на такую важную для нас тему, и здорово, что она в итоге так вот приурочена к такому празднику, и так совпало, да, что вот сегодня проходит эта встреча. Все эти годы, которые я работаю в общественной организации, занимаюсь, ну, как бы и как профессионально экологическими вопросами и различными волонтерскими движениями, проектами, я замечаю, и я думаю, что все мои коллеги, которые из Казахстана, они со мной согласятся, что в целом в общественном движении, причем, надо сказать, независимо от направления и от вопросов, которые мы поднимаем, в целом женщин намного больше, чем мужчин. Это прям очень хорошо прослеживается. Я работаю в двух общественных организациях, где женщин больше, чем мужчин. Я являюсь, как Лола уже сказала, членом общественных инициатив, где, опять же, женщин, как это ни странно, причем они, опять же, они занимаются разными вопросами, не только экологией, женщин больше, чем мужчин. И всегда мы это замечали, видели, всегда это обсуждали. И, ну, как бы, наверное, это связано прежде всего в целом, да, в связи с тем, что женщины как-то более, ну, не то что ответственны, но больше переживают за свое окружение, за свою семью, за детей. А вопросы экологии, они напрямую касаются наших детей, да, и мы всегда думаем, ну, наверное, мне не хотелось бы, как бы, быть категоричным, но, наверное, ответ в том, что мы думаем немножко на шаг вперед, о том, что не только сейчас накормить своего ребенка, дать ему там какие-то базовые, закрыть его базовые потребности, ну, и что будет дальше. Да, хорошо ребенок накормлен, но каким воздухом он дышит, какую воду он пьет. И вот эти все вопросы, они постоянно поднимаются, они постоянно заставляют нас делать немножко больше, чем просто работать и добывать, как говорится, пищу и так далее. Вот, то есть однозначно в Казахстане женщин в общественном экологическом движении больше, они более активные, вот, мужчины как-то другими вопросами больше занимаются, там, обеспечивают семью, не знаю, решают вопросы, вот как раз-таки такие, какие-то бытовые, вот. И если говорить о том, как нас слышат, и слышат ли нас, и принимают ли во внимание, то тут, тут как раз уже вопрос гендерный, наверное, не стоит. Тут мы в целом, как представители общественности, постоянно эти вопросы, опять же, поднимаем. Наша страна, Казахстан, подписала Орхутскую конвенцию, которая дает нам право получать экологическую информацию, и право участия в процессе принятия решений, которые касаются экологии. Поэтому тут мы требуем, чтобы это право было реализовано. Не всегда это получается хорошо, не всегда и в принципе это получается. Но у нас есть несколько таких очень ярких и больших примеров, которые показали, что если общественность хочет повлиять на процесс принятия решений, то иногда у нас это получается. Да, я очень рада, вообще это радует, что в Казахстане очень активные женщины. Я вижу, в одной из групп состою про Алматы, там очень много женщин, они продвигают всякие инициативы, это замечательно. Спасибо за то, что рассказали. Я знаю, что также очень активные женщины в Кыргызстане, и там очень много тоже инициатив, которые они продвигают. Мы все знаем, что в Кыргызстане всегда было очень сильное гражданское общество, и там очень много неравнодушных женщин. И вот какова ситуация в экоактивизме? Калия Сарбеевна, пожалуйста, вам слово, расскажите нам. У вас очень много инициатив, вот я недавно читала, про ледники, что вы этими тоже занимаетесь вопросами. Пожалуйста, вам слово. Ну, еще раз здравствуйте, уважаемые участницы. Очень приятно видеть всех из стран Центральной Азии, женщин таких активных, красивых и сознательных. Ну да, неправительственное движение вообще, и женское неправительственное движение уже давно зародилось в Кыргызстане. И у нас, я вот статистику точную не могу привести, но женских организаций, или там, где руководители женщины, их больше, вот так вот чисто, если в таком рассмотрении, первое, смотреть, чем, где лидеры мужчины. И женщины, действительно, так же, вот как Светлана говорит, занимают активную позицию, потому что они, во-первых, матери, во-вторых, они действительно заботятся, что ждет будущее поколение наших стран. И поэтому женщин больше. Ну, ситуация у нас, как всегда, действительно, у нас есть сейчас такие, вот, закон о ледниках, закон о проекте, я уже, вот, наша организация, я, в частности, как эксперт, мы продвигаем и через Бюгурку Кенеш, и через правительство, но пока он, так сказать, на стадии рассмотрения, и мы не знаем, когда он окончательно будет принят. Этот законопроект, он очень важен не только для Сокаргастана, а вообще для стран Центральной Азии, потому что мы имеем общую, так сказать, водную систему, экология, как-то, ну, это, очевидно, не имеет границ, и поэтому мы должны заботиться о здоровой окружающей среде в целом в Центральной Азии. Я вхожу тоже в несколько таких формирований, и есть Зеленый Альянс Сокаргастана, объединяющий более 50 организаций, и мы продвигаем тоже различные инициативы по энергоэффективности, по, и в том числе мы, допустим, вот сейчас у нас на Иссыкуле рассматривается очень сильное, вот у нас достаточно много горнобывающих компаний, и они хотят у нас разрабатывать, она, страна, с одной стороны, богата и чистой водой, и солнечными днями, а с другой стороны, у нас есть разведанные запасы различных полезных ископаемых, и правительство, и частные компании, они хотят разрабатывать, с одной стороны, это как бы, они руководствуются тем, что это большое количество рабочих мест, что это будет увеличение доходов, бюджета, а с другой стороны, они, конечно, нарушают окружающую среду, загрязняются воды, загрязняется атмосферный воздух, вот в Бишкеке, в частности, тоже было несколько, вот в течение там последних лет мы страдаем от смога, потом ситуация немножко улучшилась, затем она снова ухудшается, то есть вот каждый день я смотрю показатели загрязненности воздуха, и они меняются в Бишкеке, в день это может быть благоприятный показатель, а на другой день это ухудшается, то есть вот есть много проблем, с которыми мы боремся, рассматриваем, даем свои предложения, вот, но в целом ситуация, вот, если коротко, то все, а так вот, если в целом ситуацию рассматривать современную, если хотите, я могу более подробно рассказать. Конечно, хотим, мы хотим услышать. Ну, вот сейчас у нас всегда было приветствовали создание неправительственных организаций, взаимодействие, и правительство, и предыдущие, и с самого начала там президенты, вот, которые сменяли друг друга, они всегда ратовали за то, что вот они в диалоге с гражданским обществом, встречались с ними, но вот последние два-три года у нас начинается как бы такой, ну, не знаю, это можно назвать откатом, или очень много критики, очень много, так сказать, наездов, наверное, на неправительственные организации, и сейчас принят закон, во-первых, о СМИ, чтобы они тоже, как бы, регистрировали вплоть до там каких-то сайтов частных или персональных, как в СМИ, и, в общем-то, очень, это вот закон о СМИ, который журналисты тоже очень критически оценивают, дают свои предложения, но их не принимают. И второе, по образу подобия российского закона, вот, закон о неправительственных организациях вводится с, он не то, что он и раньше был, этот закон о неправительственных организациях, но в него вводятся коррективы, что вот они должны там публично отчитываться, что они не могут нести политическую пропаганду, ну, в общем, много таких, ну, наши организации и так отчитываются ежегодно, дают там данные, отчеты в налоговую, социальный фонд, но, с другой стороны, там сейчас предлагается публичный аудит организаций, и что вот они не должны участвовать в политической пропаганде, но, допустим, экологически мы не имеем никакой политической такой повестки, что мы не стремимся в какие-то партии или там занять места в парламенте или что, если ты хочешь пойти в парламент, то ты либо присоединяешься к политической партии, либо ты объявляешь себя там кандидатом и начинаешь там какую-то политическую борьбу, да, а так неправительственная организация у них совсем миссия совершенно как бы другая, мы хотим улучшения положения в обществе, улучшения окружающей среды, вот, экологической, но сейчас в двух чтениях уже Дюгур Кукенеш, наш парламент принял коррективы в закон о неправительственных организациях, если пройдет третье чтение, то этот закон об НПО будет отначительно принят, ну и что будет дальше, мы пока не знаем, потому что, во-первых, состав, нынешний состав парламента, он раньше был, мне кажется, более профессиональный, более много было там и юристов, так сказать, государственников, которые понимали функцию государства, и как нужно взаимодействовать с гражданами, а сейчас достаточно такой не совсем качественно профессиональный состав, я считаю, но есть очень-таки депутаты, которые более профессиональные, более, так сказать, грамотные и более понимают всю свою миссию, но вот, что будет, мы пока, в общем-то, в таком состоянии тревожном, что будет ведением этих законов, хотя они говорят, что вот вы как работали, так и работаете, не лезьте в политику, но что понимать, не лезть в политику, это тоже такой размыт, потому что если мы начинаем обсуждать законы какие-то, мы, естественно, высказываем, законопроекты, да, вот мы начинаем обсуждать, вот сейчас, допустим, на Иссык-куле, это курортная зона биосферной территории, Иссык-кулеевская область, хотят начать разрабатывать урановое месторождение, естественно, мы высказываемся, я высказалась об этом, но вот сейчас посмотрим позицию парламента, как он будет на это реагировать. Спасибо вам большое, я понимаю ваши опасения и тревогу, потому что практически в стране, где я живу, в Таджикистане, наверное, такая же ситуация, и она уже давно такая, но какова ситуация с экофеминизмом, Наташа, пожалуйста, вам слово, расскажите, вы у нас самая активная женщина в области экологии, есть ли у вас соратницы? Добрый день, дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим праздником, женским днём, невероятные вам созидательные силы ваши, чтобы она не иссякала, вам терпение, тёплые весны, полное солнце, ну и пусть вас всегда вдохновляет и радует ваши победы, прежде всего. Спасибо вам за предоставление слов, ну, в первую очередь я, наверное, начну, да, с ваших Лола фраз о том, что, в принципе, любой активизм, наверное, чужд пока что для Таджикистана, на это есть, конечно, объективные причины, мы всё-таки значительно отличаемся от наших соседей, наших соседних стран, вот, дело в том, что у нас, в принципе, запрещены любые марши, пикеты, мобилизация, какая-то в таком массовом, да, так скажем, понимании, поэтому максимум, что мы, в принципе, можем сделать, это организовать какие-то очень-очень локальные акции по согласованию, например, с каким-то учебным образовательным заведением, там, в тех же школах, университетах, либо в супермаркетах, вот мы не раз проводили определенные акции, да, там, против пластика, против пластиковых пакетов, ну, то есть, такое, локальное согласование еще более-менее возможно, а если мы хотим, как бы, большую массу людей привлечь к каким-то определенным задачам и обратить на что-то внимание, да, те же экологические даты, климатические марши, то это, конечно же, очень-очень проблематично для нашей страны, вот, конечно же, на это есть ряд объективных причин, почему у нас еще очень общество такое достаточно инфантильное, да, конечно, плохое вообще качество образования именно экологического, оно дает о себе знать, потому что людей очень сложно сподвигнуть на что-то, если они не понимают, да, ну, ради чего все это делается, активизм же, он больше не про критику, а больше про конструктивные, да, какие-то предложения, вот, как Илья говорила, что нужно что-то менять в законах все-таки, мир стремительно меняется, климат меняется, очень много появляется актуальных новых изменений, которые необходимы, их необходимо применять, и, к сожалению, у нас диалога пока конкретного не выстраивается, и вот, когда хочешь привлечь людей массово к каким-то определенным направлениям, да, чтобы подумать в этом плане, чтобы перевалить такой критической массой, чтобы показать, что люди действительно этим интересуются, они не безразличны, они действительно, у нас те же самые, в принципе, проблемы, и с горнодобывающей промышленностью, с качеством воздуха, мы очень близко, прекрасно понимаем, и в Алматы, и в Бишкеке, и в Душанбе, очень-очень схожие проблемы, даже с тем же смогом, с качеством воздуха, с таянием ледников, с сельским хозяйством, с перевыпасом пастбищ, очень-очень большие вызовы, которые стоят перед нами, вот, ну, к сожалению, у нас вот этой вот, как сказать, общности, среди населения, среди широкой аудитории, ее очень мало, поэтому у нас отдельных вот таких активистов, тоже крайне мало, вот в недавнем прошлом, мы все знаем, что у нас часто блокировались соцсети, да, то есть обращаться к большой аудитории, тоже было достаточно сложно, находить информацию сложно, потому что для всякого активизма, для каких-то определенных экологических мер, нужны данные, а с данными у нас тоже большая проблема, то есть нам найти какую-то информацию, даже взять комментарии у профильных министерств, это большая-большая проблема, то есть вы знаете, что у нас там пойдешь, чиновник никогда тебе не даст прямых комментариев, в этом как бы состоит сложность задачи, да, чтобы вот наладить диалог, чтобы что-то конструктивное предложить, потому что есть до сих пор такое может быть негативное мнение, что от нас открещиваются министерства, потому что думают, что мы только критиковать пришли, да, а на самом деле возможно какие-то общие направления деятельности, какая-то синергия, которая сейчас не наблюдается, и вот как бы диалог не происходит, это вот большая, конечно, проблема, и у нас большой отрыв в принципе городского населения, от сельского населения, мы все прекрасно знаем, какое у нас покрытие интернета, да, что у нас во многих труднодоступных сельских регионах до сих пор нет интернета, во многих у нас кишлаках даже нет электричества, да, и люди, конечно же, там ежедневно сталкиваются с совершенно другими проблемами, да, прямого выживания, они там живут в горных регионах, у них сели наводнения, у них засухи, им нужно выживать, каждый день прокармливать свою семью, и понятное дело, что им в принципе, ну, очень далеки они от каких-то таких глобальных экологических проблем, которые касаются всей страны, и с ними коммуницировать очень-очень сложно, поэтому опираясь только на городское население, да, это понятно, что мы не можем говорить за всю страну целиком, у нас вот такой вот большой разрыв до сих пор происходит, и он как бы актуален, и пока вот как бы ситуация в этом плане не слишком сильно меняется, вот, а так я думаю, что женщины, которые как бы активны, они так или иначе базируются при каких-то организациях, вот, то есть отдельных активистов у нас крайне мало, вот, и, конечно же, нужно, ну, как бы больше поддержки со стороны широкой аудитории, те же самые представители СМИ, просто, мне кажется, тоже достойны быть отдельными активистами, потому что сейчас информация, это такой большой ресурс, да, такой большой рычаг, который может повлиять на население, и очень важно, чтобы вот больше писали, больше писали именно таких аналитических материалов, чтобы больше говорили, ну, именно в конструктивном ключе, потому что нам нужно налаживать все-таки, как-никак, как бы нам, наоборот, хотелось бы, да, но чтобы это произошло мягко, дипломатично, потому что повлиять на законы самостоятельно мы не можем, а когда ты активист, ты видишь, что годами ничего не меняется, да, и ты как бы руки опускаешь, популизмом заниматься просто не хочешь, да, что там просто какие-то лозунги кричат, а хочется, чтобы действительно что-то менялось, ситуация менялась к лучшему, и чтобы люди видели, вот как было до, и вот, ну, к чему это может привести, что это действительно очень важно, что можно влиять, что нужно влиять, вот, и вот эти вот рычаги, пока у нас, ну, в стадии разработки, я думаю, что больше и больше будет появляться в нашем движении активистов, активисток, вот, сейчас еще очень большая проблема с тем, что у нас талантливая молодежь уезжает, мы все знаем вот эту вот нашу проблему текучки кадров, вот, талантливая молодежь, к сожалению, не может себя найти на родине, и это большая проблема, в том, что обучаются, приезжают, но видят, что, как бы, перспектив нету, тем более, в такой вот области, да, она у нас еще недостаточно развита, ну, там, международные организации, ну, может быть, какие-то еще организации, но для того, чтобы существовать в рамках НПО, это очень сложно, как бы, молодежь не всегда готова к таким трудностям, да, и поэтому мы стремительно теряем большое количество талантливых, грамотных, молодых людей, вот, очень хотелось бы, чтобы все-таки были определенные программы со стороны профильных министерств, так, чтобы их квалифицированных все-таки забирать, трудоустраивать, давать им определенную карьеру, и налаживать, конечно же, конструктивный диалог с властью, чтобы не просто ради галочки нас там где-то приглашали, там, кивали мы головой, типа, общественные слушания или общественные мероприятия прошли вместе с нами, а все-таки, чтобы это действительно было взаимовыгодно, чтобы мы приносили свой опыт, и вместе меняли и законодательство, и ситуацию с экологическими вызовами в нашей стране, мне, конечно же, к лучшему. Ну, вот у меня пока такой экскурс в нашу действительность. Спасибо большое, Наташа. Да, печальная немножко ситуация в Таджикистане в этом плане, но все-таки мы оптимисты, мы с оптимизмом смотрим в будущее, я надеюсь, что вы взращиваете, и мы взращиваем вот сейчас молодых журналистов, которые занимаются проблемами изменения климата, экологическими и так далее, вот сейчас, я вижу, Наргиз к нам присоединилась, Наргиз, большое спасибо, что вы нашли время, знаю, что в Узбекистане прям есть политическая партия, экологическая, что там очень много инициатив, не очень много знаем женщин, экологов, но знаем, и вот вы одна из тех женщин, с которыми давно уже и мы работаем, вы с журналистами, я знаю, работаете, если у вас есть ваш сайт, экологуз и канал, пожалуйста, расскажите нам о ситуации с экофеминизмом в Узбекистане, об основных задачах, которые стоят перед вами, и проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Пожалуйста. Включите микрофон. Да, да. Слышно, да? Здравствуйте, уважаемые коллеги, я поздравляю вас с наступающим праздником, женским днём, прекрасный праздник, к сожалению, с наступлением весны у нас опять ярче проявляются вот эти экологические проблемы, и, как вы правильно сказали, Лула Джон, у нас, я рада, что наши ряды, женщин, которые интересуются экологией, которые болеют за решение этих экологических проблем, становится всё больше и больше. Если честно говоря, у нас есть свои трудности, я вот слышала Наталью, я слышала предыдущего докладчика, у нас, мне кажется, одинаковые проблемы в экологической сфере, одно и то же, но у нас в каком плане сейчас идёт сдвиг? Да, в 2019 году впервые у нас была зарегистрирована экологическая партия, и сейчас она более активизировалась, чем предыдущие годы, уже пять лет, как к этой партии. Я сама являюсь членом экологической партии. Проблема в чём? В экофеминизме в прошлом году мы совместно с Центром защиты женщин Джизакской области Халт-Нуры, а также Центром поддержки гражданских инициатив Республики Каракал-Пакстан провели опрос среди 193 женщин, и 30% из них были женщины с инвалидностью, на тему, как изменение климата влияет на гендерное насилие. И, к сожалению, 72% опрошенных они ответили утвердительно. В чём проблема? В том, что какие вопросы были. Вопросы были такие, что, например, у нас почти одинаковые проблемы с Таджикистаном, в сёлах всё делают женщины, и, естественно, с экологическими проблемами в основном борются женщины. Почему? Потому что они должны как бы обеспечить семью водой, обеспечить семью топливом, посадить дерево и так далее и тому подобное. И вот эта нехватка воды, например, деградация земель, вырубка деревьев, естественно, негативно сказывается на их жизни. На их жизни. И вот я недавно ЮНДП меня пригласила экспертом, именно гендерным экспертом возил экологический проект, и мы были в пяти областях республики, в основном это сельские местности были, то есть в районах это сельских местностях были, и, к сожалению, я когда спрашивала хакемиатов, есть ли у вас активисты, оказывается, у нас активисты сосредоточены, экоактивисты, сосредоточены только в крупных городах. В районах их нет, абсолютно нету, и, если честно, это меня немножко огорчило, и когда я уже по знакомству начала говорить, вот, например, предприниматель женщина, она активная, она не экоактивist, не, они говорят, она не экоактивист, она просто предприниматель, то есть в основном, да, есть женщины, я разговариваю с женщинами, с женщинами, предпринимателями, но они почти не знают об экологических проблемах, то есть они сосредоточены только на том, как доработать деньги. И плюс они даже не задумываются, что свои деятельности, ну, определенным видом деятельности они негативно влияют на экологию. Но в Ташкенте, вот в Бухаре, в Ташкенте, в Самарканде, вот в Кусе, в крупных городах уже как бы появилось сообщество женщин, которые борются за экологию, у нас даже в Телеграм-канале открыт. То есть это не только там женщины, но клуб экологических экспертов, и больше половины там женщины. И что хорошо, что сейчас вот я как раз вчера была на заседании экологической партии, сейчас поднимается вопрос введения предмета экологии в школу. У нас раньше был в начальных классах природоведение такой предмет, но и его тоже оказывается убрали. И просто до этого, когда я разговаривала с руководителем партии, то есть мы выиграли маленький проект Ташкентского общественного фонда, и в 12 школах Ташкента провели открытые уроки на тему «У воды нет альтернативы». И с ужасом я вот сама, когда проводила эти уроки, с ужасом обнаружила, что старшеклассники не понимают, почему надо экономить воду просто. преподаватели, в основном это женщины, да, они сами не знают, да, вот как отвечать на те вопросы, которые мы поставили. И когда мы говорили с руководителем эко-партии, он говорит, надо поднять все-таки вопрос, чтобы внести в систему образования именно предмет экологии. И вчера состоялось такое большое заседание, ну, посмотрим. Но именно в этом направлении у нас, я думаю, есть двиги, потому что у нас, например, есть Наталья Шулепина, Наталья Шивалдова, да, которые борются за экологические проблемы. Кроме этого, сейчас, вот я где-то 4 года назад, честно говоря, это было очень трудно, но нам удалось в Узбекский государственный университет мировых языков на факультет журналистики, вот в Узгуме, где я сейчас работаю, в Узжоку, где я сейчас работаю, это университет журналистики и массовой коммуникации, также в Каракалпахский университет внедрить, на факультет журналистики внедрить экожурналистику. Экожурналистки, это способствовало появлению больше материалов именно на экологические проблемы, и сейчас из-за того, что актуализировались вот эти экологические проблемы, сейчас на государственном уровне уже обращают на это внимание, у нас принята стратегия. Стратегия, я думаю, что больше-больше людей и женщин и мужчин будут вовлекаться вот в решение этих экологических проблем. Классно вы завершили, Наргиз. У нас есть надежда. Да, вообще классно, конечно. Да, экологическое образование это очень большая проблема. Вот в прошлый раз у нас была экспертная встреча на эту тему, очень многие эксперты тоже об этом говорили. Это очень большая проблема, и мы надеемся, что когда будет системное образование, тогда ситуация будет меняться. Вот для того, чтобы она поменялась, нужно какие-то рекомендации. Я, прежде чем сейчас мы продолжим, я хочу обратить ваше внимание, нас мало, но мы все-таки есть. Я там скинула ссылочку в чат. Пожалуйста, заполните ее, потому что для нас это очень важно, это форма обратной связи, для того, чтобы мы улучшили свою работу в дальнейшем. Пожалуйста, потратьте 2-3 минуты, чтобы это заполнить. Итак, давайте же тогда поговорим о том, что же нужно делать, нам нужны ваши рекомендации, как можно вовлечь женщин в экологическое движение побольше, что нужно сделать для того, чтобы женщины не оставались в стороне от решения первостепенных задач. Мы же сейчас с вами... Вы прекрасно, вы лучше меня, конечно же, видите, какие последствия происходят от изменения климата, но и мы тоже видим. Я думаю, что все видят в последнее время, что происходит. И что же нужно делать для того, чтобы привлечь женщин к решению этих задач, для того, чтобы снижать последствия от изменения климата или для того, чтобы улучшить их адаптацию к этим последствиям. Пожалуйста, мы, наверное, также, Светлана, вам слово. Жду ваших рекомендаций. Ну, я, наверное, тут соглашусь с Наргиз. Огромное значение, конечно, имеет вопросы экообразования, экопросвещения. И я тут бы как раз, наверное, даже и не разделяла мужчины, женщины, потому что проблемы изменения климата, экологические проблемы, как загрязнение воздуха, загрязнение воды, они не разделяют нас, людей, на то, как они будут влиять и на кого в зависимости от пола. Поэтому образование, конечно, огромное значение. И организации, и те люди, и те активисты, которые работают с детьми, они вносят огромный вклад в решение этой проблемы. Нам нужно работать с детьми. И вот я тоже поддержу. Сейчас, минуточку, я прошу прощения. Пожалуйста, не отвлекайте меня. Прошу прощения. Я тоже тут на днях как раз встречалась со школьниками и тоже была... С одной стороны, была восхищена, что есть у нас дети, которым очень интересны экологические вопросы. С другой стороны, вижу, что очень многие действительно не понимают этих вопросов. И тут нам надо очень много работать с этим направлением. Я, честно говоря, не знаю, как активизировать это, потому что, ещё раз повторюсь, вот у нас во всех, во большинстве экологических движений я вижу и так, что женщины постоянно на передовой, впереди, именно они поднимают все эти вопросы, именно они выходят защищать деревья, чтобы их не рубили, они выходят, ну, они или мы, как правильно сказать, да? То есть, на любой экологической конференции впереди женщины. Поэтому вот как раз-таки в Казахстане нету проблемы вовлечения женщин. Я с интересом послушала это Наталью и Колью, и Наргиз, и вижу, что действительно у нас очень сильно отличается ситуация в странах, несмотря на то, что мы живём в одном регионе. Вот, то есть, в Казахстане с этими вопросами немножко получше, полегче. Вот. И хотела бы отметить, и это может быть тоже в том числе и ответ на ваш вопрос, о том, что у нас очень сильно изменилась ситуация, когда появились социальные сети. То есть, когда там лет 10 назад не было Фейсбука, не было там Инстаграма, у нас огромное значение имели СМИ. То есть, сможем мы передать свою информацию через СМИ, сможем мы донести до них важность вопросов, которые мы поднимаем, значит, наша информация вот будет и уже доступна для широкого круга общественности. Не получается по каким-то вопросам. У нас были ситуации, когда нам просто говорили извините, нам запрещено на эти темы говорить, писать, и мы с этим тоже сталкивались. Но благодаря Фейсбуку, благодаря социальным сетям, у нас сейчас есть свои аудитории, на которые мы можем, которые мы можем передавать информацию, и это очень важно. Важно говорить об этом, важно делиться своим личным опытом, то есть сайты, соцсети, и просто показывать своим примером о том, как важно включаться в решение этих проблем. Вот пока, наверное, такое самое простое. Информировать, делиться информацией, рассказывать о методах, которыми можно решать эти проблемы. Вот, кстати, мы с Натальей вот осенью тоже встречались, проводили встречу очень интересную, важную, когда мы пытались вовлекать в процессы и в процессе решения проблем изменения климата людей, которые раньше вообще на это не обращали внимания. Это тоже было интересно посмотреть на то, что мы-то понимаем, что изменение климата касается всех, но многие считают, что это дело экологов, пусть они занимаются, у нас другие есть проблемы. И вот благодаря различным встречам, публикациям, конференциям, в том числе, вот как сегодняшняя наша дискуссия, я думаю, что со временем мы сможем изменить ситуацию. Спасибо вам большое. Очень классно, что вы заметили про то, что очень большую роль играют социальные сети. Я думаю, что это один из очень хороших инструментов также, которые можно использовать везде. Калия Сартбайна, пожалуйста, вам слово. Как вы видите, какие у вас есть рекомендации, что же еще можно сделать для того, чтобы побольше привлечь девушек, женщин к этим вопросам, особенно вот это касается, наверное, вот как мы слышали, девушки сказали, про аулы, кишлаки, где и районы, где не очень много информации. Ну да, я соглашусь, что эти проблемы, наверное, одинаковые для всех стран Центральной Азии. Мы раньше, я вхожу не только в Зеленый Альянс, а являюсь когда-то консорциумом по продвижению прозрачности инициативы добывающих отраслей, ПДО, да, и мы раньше как-то вот у нас были и проекты, но сейчас с финансированием Пугаварта ездили по регионам и проводили такие бейсикс, ну, основы экологии для жителей вот этих сел, районов, потом, как они даже не могут некоторые сформировать свой запрос или письмо в местные органы власти, да, и у них единственное решение было, что они или митингуют или перекрывают дороги или что-то вот в этом роде, да, и мы им рассказывали, вот, как могут они легально, основываясь на законодательстве, допустим, написать запрос, что в течение двух недель им должны ответить, если не ответят, это уже основа для подачи, допустим, в суд, да, что они отвечают, это государственный орган, но сейчас такой возможности как бы у нас нет, ездить по районам, регионам, и действительно вот нас выручают вот эти сети социальные, рассылки, мы можем по рассылкам оказывать консультации, обмениваться информацией, это, наверное, вот сейчас как бы ну, один из каналов, где мы можем оказывать консультации, проводить даже онлайн какие-то тренинги или совещания, конференции, вот как это, допустим, сегодняшнее мероприятие, поэтому, ну, вот, но социальные сети, они тоже, у нас интернет, он не везде качественный, допустим, в столице, там, в больших городах, там, Ош, там, Каракол, более-менее есть хорошие интернет-центры и связь хорошая, а есть села, где даже вот как бы нету, вот у меня, у нас была проблема зум-конференцию, тоже в свое время проводить, единственное, мне пришлось через WhatsApp все это организовать, потому что WhatsApp везде работает, и мы через WhatsApp организовываем такие совместные коллы, там, какие-то краткосрочные срочные семинары, обучение, ну, мне кажется, нужно больше обмен информацией, может быть, какие-то обучающие мероприятия тоже вот в рамках вот этих наших таких коммуникаций, да, обучающие мероприятия, все проводить онлайн, и с другой стороны действительно проблема финансирования, она стоит, вот сейчас у нас тоже нет почти никаких источников финансирования, один проект закончился, вот в прошлом году был на полгода краткосрочный проект, и мы проводим работу и бесплатно, волонтерски, мы общаемся через сети, оказываем консультации, рассылаем информацию, но вот такого полноценного обучения сейчас мы не можем, поэтому, может быть, надо какой-то совместный проект сделать общий, да, вот в центральной Азии, или еще что-то, чтобы наши доноры обратили внимание, ну и вот законодательство мне надо, мы сейчас все-таки стараемся, чтобы нам законодательство окончательно не изменили, потому что являясь раньше как бы флагманом демократии Центральной Азии, Кыргстан, он сейчас может скатиться на очень такую низкую позицию, мне кажется, нам надо сохранить вот это демократическое законодательство, которое у нас было, мы сейчас вот с этим тоже стараемся как бы в диалог вступать, организовывать различные, публикуем все эти свои мнения, пока что у нас свобода, то есть мы можем свободно опубликовать в СМИ свое мнение, пока что за это как бы сильно не так вот не преследуют, но мы не знаем, что будет дальше, потому что все это зависит от квалифицированности кадров профессиональных госорганах, вот у нас Минприродных ресурсов, у нас во-первых меняется состав частного, во-вторых у нас объединили госагентство по охране окружающей среды и госагентство по геологии, то есть это агентство, которое немножко взаимоисключающую функцию, допустим, госагентство геологии, оно выдает лицензии на разработку месторождений, там еще на что-то организацию каких-то вредных там производств, а госагентство по окружающей среде должно наблюдать за ним, давать какие-то там предписания и прочее, а сейчас все это объединили в один орган Министерства природных ресурсов, вот я тоже думаю по образу подобию российского Минприродных ресурсов называется экологии и технического регулирования и они сейчас вот лицензии дают там на Ванаде, на Берилии, национальных природных парках, там еще что-то, в общем, честно говоря, вот мы должны действительно хочешь не хочешь принимать участие, чтобы государственное строительство, вот процедуры вот этих, они как бы были доступны для граждан вот по законодательству, по участию общественности, у нас тоже есть и участие общественности, и Орховскую конвенцию у нас в Крымстан подписал, и все, но вот последнее немножко, это тревог, у нас это все накапливается, потом выливается в революцию, я вообще против революции, но вот так получается, что население копит, копит, и потом это выливается в очередной, там, сколько у нас, три революции было, вот, поэтому, мне кажется, это не надо накапливать вот это вот недовольствие, наоборот, больше встречаться, больше диалог организовывать, больше как-то прислушиваться там общественности, причем у нас действительно экологическая организация довольно, есть организации очень профессиональные, работают давно в области экологии, охраны и охраны среды, чтобы вот это мнение профессиональных экспертов прислушивались. Спасибо большое, Калия. Вижу и у вас, и у Светланы, как много зависит все-таки от образования, от кадровой политики, от того, кто стоит у руководства, оказывается, вот мы думали, что экология это такая безопасная тема, но оказывается, это не совсем так, я имею в виду с точки зрения СМИ и журналистики. Наташа, вам слово, давайте вот, чтобы вы порекомендовали в первую очередь делать, как можно расшевелить наше закостенелое гражданское общество. Да, ну я, наверное, полностью соглашусь с коллегами, что воспитание все-таки образование это база, это фундамент, на котором все стоит, на котором растет человек сам по себе как личность, поэтому это очень важно. Но если уже вдруг упущена эта база, да, такая по хорошему отношению к окружающей среде, то все-таки, я думаю, различные проекты, различные программы, которые сейчас делаются для городского населения, это большая возможность, для молодых девушек, все-таки, когда ты проходишь какой-то курс, наши волонтеры, они зачастую, даже если не остались профессионально в этой сфере, то все равно они когда-то нас поддержат где-то, где-то они придут на ту же акцию, где-то они придут как волонтеры, то есть это тоже очень важно. Вот, очень хорошими подспорьями могли бы сейчас стать наши университеты, вузы, которые внедряют новые факультеты по актуальным знаниям, да, то есть факультеты, которые так или иначе относятся к возобновляемым источникам энергии, которые связаны с окружающей средой и экономикой, которые связаны с изменением климата. Вот, сейчас очень много чего хорошего может делаться на базе университетов, и в принципе я уже вижу этот процесс, как многие институты подключаются к такому вот системному образованию, но уже на базе высших учебных заведений. Очень много мы наблюдаем неформального экологического образования, которое в различных проектах проявляется и проявляется настолько ярко, интересно, креативно, что ребята с разных регионов нашей страны присоединяются. У нас вот тоже был такой проект долгое время, который объединял молодежь, школьников и уже постшкольников, да, после окончания школы очень долгое время и давал обмен знаниями и отправлял в различные экологические лагеря, это было очень здорово. Для девушек, для женщин очень важна солидарность и взаимоподдержка. Я очень часто вдохновляюсь своими коллегами из других стран, я очень часто слежу за ними, смотрю, как это всё происходит, и ты уже не чувствуешь себя как-то там в аутсайдерах, вот, поэтому общение, любое общение вот наше с вами, это хорошее подспорье для нас самих же не выгорать и вдохновляться и видеть, что всё-таки у нас есть единомышленники, что мы там не одни там в своих странах воюем, так скажем, на экологических фронтах. Вот, это что касается городского населения, да, вот, как бы, понятно, база такая, но мы её быстро поменять не сможем, вот сейчас, может быть, хорошо бы было работать с университетами, вот, например, неправительственным организациям чаще ходить туда, выступать, делать какие-то более системные, более устойчивые проекты именно со студентами, какими-то профильными факультетами, чтобы им было интереснее, так скажем, показывать им не только теорию, но и практику. У нас, к сожалению, вот это вот большой пробел в этом сейчас в образовании, потому что у нас биологи, палеонтологи, вообще ничего не работает, лаборатории все уже давно закрыты, экспедиции нету, поэтому очень сложно становиться учёным, когда у тебя абсолютно нету никакой практической базы, это всё утеряно, к сожалению. Вот, а что касается сельских общин, ну вот у нас есть хороший пример, у нас был и продолжается так или иначе проект, вот, который пролонгируется уже долгое время, он такой очень небольшой по масштабу, но очень хороший как пример, да, он называется «Чистая энергия женщины на крыше мира», и он начинался с очень удалённых помирских регионов, где, почему мы стали в двух словах расскажу, работать именно с женщинами, когда мы приходили раньше спрашивать, как бы мы могли помочь вот в рамках экологических проектов для трудноудалённых общин, где нет электричества, где люди столкнулись с массовой вырубкой растительности, потому что топить нужно и готовить пищу каждый день, и тогда мы общались, конечно же, сельская община была представлена мужчинами, и у мужчин были свои идеи по поводу того, как должна развиваться община, что мы там на какие-то очень маленькие деньги могли бы им привезти, какие блага, какие знания и так далее, но когда мы поняли, что первыми потребителями бытовых приборов и не только бытовых приборов являются именно женщины, потому что они стирают, потому что они готовят, заготавливают дрова, со скотом возятся в основном, купают детей и так далее, и больше, что важно, именно воспитывают детей, то мы поняли, что если мы пойдём у них и спросим, а что же нужно именно в плане энергоэффективности, возобновляемых источников, то они сказали, нам нужны печи, нам нужны хорошие бытовые какие-то возможности для того, чтобы воду обогревать, и тогда мы как бы не сразу, но мы в течение нескольких лет у нас так получилось, такая комплексная программа, когда мы сначала приходим в какую-то местную общину, выбираем вот там фокус, группу из уязвимых женщин, из уязвимых семей, но это не мы выбираем, а сами общины как бы нам выставляют списки, и тогда мы приходим с комплексом действий, то есть это сначала теория понимания вообще их о природных ресурсах, на которые они могут опираться, что можно сделать, чем одно село отличается от другого села и так далее. Приходим с обычной теорией, рассказываем им, почему так важно рационально использовать природные ресурсы, потому что только на них они могут опираться, потом приходим с практическими знаниями, и дальше мы распространяем определенные решения, солнечной энергетики, делаем энергоэффективное, например, утепление домохозяйств, и распространяем солнечные кухни, солнечные фонари, скороварки, в общем, все, что помогает им высвободить время, освободить их от тяжелого труда, понять на практике, почему это хорошо, выгодно, важно, и что самое характерное, потому что женщины у нас в общинах дальних, они очень часто друг с другом общаются, приходят родственники, происходит такое сарафанное радио, там, где не работает интернет, газеты и так далее, происходит такое практическое общение, когда мы раздали, например, это оборудование, и женщины из других сел пришли, увидели, как это работает, что это такое, как с этим обращаться, и почему это выгодно, что одна женщина, например, целый день тратит на то, чтобы собрать дрова, а другая женщина освободилась от этого уже тягостного занятия, и вот в таких вот общинах нужно комплексно думать, как коммуницировать с населением, как показывать, доказывать им на практике, что это работает, почему это важно, потому что у них, понятно, задачи совершенно другие, и они часто связаны с ежедневным выживанием, обеспечением своих семей, значит, вот как бы с этим надо и работать. Дальше, как бы, эта программа не прекращается, то есть самые активные женщины, которые, например, буквально вчера ещё не могли выступать, они стесняются, они хотели говорить, ну, в силу, да, как бы, своей атмосферы, где они проживают, через проект они уже готовы были выступить перед новой группой женщин и рассказать о своём опыте пребывания в этом проекте, что они получили, какие знания, какой опыт и как их жизнь изменилась. И вот как бы вот это вот распространение знаний среди этих женщин, и они уже почувствовали в себе как бы некий такой опыт, они уже готовы передавать этот опыт другим женщинам, и это очень хорошо сработало. И мы даже делали такие специальные стадии туры и выбирали вот этих вот активисток из там предыдущих проектов, предыдущие-предыдущие года, и мы возили их по различным организациям, различным проектам, которые там на месте, например, в Памирском регионе показывали, как женщина может самореализоваться. Вот, например, появилось свободное время, появились какие-то знания, теперь нужно же как-то возможность зарабатывать, да, для себя. Это может быть консервация фруктов, это может быть ремесленничество какое, да, то есть какие-то туристические программы, женщины-гиды, вот, ну, разные организации очень много всего делали, и мы показывали это нашим женщинам, у которых жизнь, ну, серьезно, как бы видно было, что она поменялась. И вот для сельских общин понятно, что нужен комплекс различных мероприятий, вот, и что не нужно там, ну, два-три месяца побыли, отчитали и дальше ушли, как бы, ну, а что изменилось, да, то есть мы должны понимать, что это должны быть такие мероприятия более серьезные, более долгосрочные, вот, чтобы действительно поменять их жизнь, поменять мышление, и чтобы они уже воспитывали своих детей, передавая им вот эти вот знания, вот эту вот новую модель поведения. Ну, вот у меня пока такие соображения на этот счет. Спасибо большое, да, это очень хорошо, то, что вы говорите о том, что нужно прислушиваться вначале, понять, да, вот в регионах, там, какие у них проблемы, а потом понемножку. Есть очень много инструментов, конечно, и они должны быть все задействованы, но, к сожалению, как сказала Калия, сокращается финансирование, да, а без вот такого глубинного понимания, наверное, наверху тоже, не только, ну, вот, в низуах, без глубинного понимания тех проблем, которые сейчас появляются в связи с изменениями климата, конечно же, очень трудно будет нам, но спасибо вам, очень классные примеры, потому что мы тоже работали по разным другим проектам, и очень хорошо, когда сельские жители также принимают активное участие и обучают сами друг друга, это очень вообще замечательный пример и замечательная рекомендация. Наргиз, пожалуйста, вам слово, какие у вас есть мысли по поводу того, как можно активнее привлекать и использовать женскую силу в борьбе с изменениями климата? Пожалуйста, вам слово. Так, в принципе, я присоединяюсь ко всем сказанному, и вот, когда на местах изучали проблему, в чем, как замотивировать женщин, что нужно делать, это вот то же самое, что и Наталья сказала у нас. Почему? Потому что в первую очередь вот на местах, особенно в сельской местности, женщин, чтобы как бы повысить статус, экономический статус женщин, нужно давать им небольшие, небольшие субсидии или небольшие кредиты и организовывать на местах вот именно малое производство. например, у нас есть Джазакская область, есть такой район, Бахмальский район, там выращивают яблоки, в основном вот эти пятизвездочные яблоки, и вот я, когда недавно там была, и там в основном в этих садах работают женщины, хотя хозяевами являются мужчины, да, и вот то, что я заметила, там просто вот эти яблоки собирают и продают, да, но есть, когда мы разговаривали с женщинами, но есть такие женщины, женщины, которые говорят, что они могли бы как бы даже вот из тех, ну, есть же такие немножко червивые яблоки, да, но не презентабельные, так сказать, яблоки, да, из них они могли бы, например, сушить, там, делать сок, еще что-то делать, консервацию какую-то, но, естественно, всем нужны деньги, всем нужны деньги, и они не знают, как его получить просто, да, они не знают писать какие-то малые бизнес-проекты абсолютно, или вот когда мы опять же с UNDP были вот эти пяти областях, там с женщинами в горных районах я разговаривала, и они говорят, что вот многие, из них многие, они обучены ткать ковры, да, но пропадают вот эта шерсть, овечья шерсть, просто она пропадает, почему? Потому что нету каких-то определенных маленьких станков, которые перерабатывают вот эту шерсть, надо его промывать, еще что-то, еще что-то, как называется, делать, да, и говорят, чтобы купить эти станки, опять же, они дорогие, у них нету вот этой возможности, она вообще говорила, что одна такая боевая женщина говорила, что она обращалась и в сельскую, в сельскую, этот, Махалинский комитет, в районный комитет, но никто ей не помог, что надо сказать, мне кажется, уже на таком государственном уровне, хотя вот это женское предпринимательство у нас активно поднимается, но у меня такое ощущение, что они полностью не изучают вот эту проблему, как-то сверху все это делается, поддерживается женское предпринимательство, но вот в таких локальных уровнях, в отдаленных селах-то никто не изучает мнение женщин, никто не интересуется, и как-то они варятся в собственном соку. У меня вот такое впечатление сложилось, и опять же, я возвращаюсь к проблеме образования, уже надо проводить именно с девочками, с девочками именно тренинги на тему экологии, экологического образования, почему? Потому что у нас сейчас идет, особенно в Ферганские долины, такая тенденция, что очень многих девочек, то есть они учатся только в начальных классах, а уже их забирают в школу и отдают вот эти худжеры, отдают. Многих, оказывается, вообще запрещают учиться, есть вот такая проблема тоже. Но есть очень много девочек-активистов, но они не знают экологические проблемы. Я как это узнала, сейчас, вот как я открыла ННО Эколог, неправительственная организация Эколог, мы начали набирать волонтеров со всего Узбекистана, и среди них были много девочек из различных областей, вот они сказали, подняли вот эту проблему, да, и они сами высказали, говорят, хоть онлайн нас обучайте, вот рассказывайте об экологических проблемах, давайте делать ту акцию, эту акцию, будем поднимать волонтерское движение, и девочки, они более, естественно, более активны, чем мальчики, они очень заинтересованы, когда я с ними разговаривала, они очень заинтересованы именно как-то решать вот эти экологические проблемы, способствовать решению экологических проблем, просто это, да, на первое место надо ставить обучение, все-таки, и опять же, та же проблема с грантовой, грантовой проблемой, естественно, на проблемы экологии, к сожалению, очень мало денег выделяется. Да, все дело, все дело в образовании, все дело, понимании, все дело в том, насколько власти заинтересованы, и вообще на прошлой встрече по экологическому просвещению культуре эксперты говорили о том, что даже у лиц, принимающих решения, у них тоже не очень хорошее образование в этом вопросе, у них нет глубинного понимания, поэтому вполне вероятно, что вам, девушке, и нам тоже необходимо, все-таки, как вы сказали, очень мне нравится ваш посыл всех, что нужно объединяться, нужно перенимать опыт друг у друга, нужно делать какие-то маленькие шаги, а может быть и большие, для того, чтобы ситуация поменялась, потому что, как я уже говорила, и вот это вот вижу на примере каждой из вас, потому что вы все такие замечательные женщины, которые занимаетесь так вовлечены и так неравнодушны к тому, что вы делаете, мне кажется, что нужно воспитывать, взращивать вам всем последовательниц, женщинам необходимо объединяться, я же говорю, мы очень большая сила, у нас есть возможность для участниц, которые не открыли свои лица, высказаться или задать вопросы, я вот смотрю у нас в чате очень классно Наташа написала, что недавно появилась Центрально-Азиатская коалиция по климатическому образованию на базе бывшего фонда Сороса в Казахстане с поддержкой ЮНИСЕФ и вот Алия Веделих говорит о том, что пока что информации об этом нет. Наташа, может, подробно расскажете, что это за коалиция и как туда можно попасть? Да, я, наверное, расскажу, буквально в прошлом году нас пригласили на встречу в Алматы, сейчас фонд Сороса, он сделал ребрендинг и называется в Казахстане Капсенлок. И вот они заручились поддержкой казахстанского ЮНИСЕФа и в тесном сотрудничестве решили продвигать именно климатическое образование во всех наших странах более, как скажем, системно и не так, чтобы в Казахстане одно, в Узбекистане другое, но понятно, что это очень сложно сделать в каждой из наших стран. Вот но они вот сейчас они начали с того, что вообще объявили о том, что они существуют и спросили, кто так или иначе занимается, занимался экологическим и климатическим образованием. Они именно делают фокус на климатическом образовании. Значит, они сейчас открыты к тому, чтобы вступали не только просто отдельные активисты или НПОшники, а в первую очередь, конечно, те, кто задействованы в системе образования, да, это Центры повышения квалификации учителей, например, отдельные ВУЗы, вот, они, по-моему, к сожалению, до сих пор не открыли своих отдельных социальных сетей, но я могу дать конкретные контакты и вот Капсанлок, да, вот Капсанлок, это под их зонтиком, то есть они этим непосредственно занимаются, они пригласили нас на встречу, заручились, значит, нашей, так скажем, добровольной поддержкой, мы поучаствовали в нескольких опросах, вот сейчас они проводят интервью прицельные для того, чтобы, как бы, эту информацию в целом изучить, в какой стране какая ситуация, кто главные там, игроки, помимо Министерства образования, понятно, что в наших странах все делается через Министерство образования, но кто еще, как бы, мог с ними поучаствовать в таком диалоге на более высоком уровне, какие вообще существуют большие вдохновляющие проекты, если они были, какие наработки уже есть в каждом стране, потому что у нас действительно проблема такая, ну, например, для Таджикиса она очень актуальна, что многие организации в те или иные годы уже наработали базу, да, то есть есть какие-то определенные модули, буклеты, кто-то даже книги делал, хорошие учебники делали для школьников и не только для школьников, но это просто у каждого отдельно, например, маленький проект, было там, например, покрыто какое-то определенное количество школ и все на этом. Эти файлы есть, их можно обновить, добавить актуальную информацию, пользоваться и распространять, адаптировать на наши там таджикские языки, узбекские и так далее и распространять. Но это нужно, чтобы это все делалось через министерство образования, чтобы они это зарекомендовали, дали добро и, соответственно, мы же не можем покрыть все школы там даже в пределах одного города. У нас большая нехватка экологических материалов. А так как еще все быстро меняется, цифры меняются, все как бы меняется, то есть даже базы нет. И понятно, что учителей вообще не то, что нет понимания, у них вот так вот выше крыши своих задач, и они не могут брать на себя еще новое образование, учиться, и материалов нет. И тут получается, что как бы это все утеряно. Понятно, что отдельные организации, даже какие-то там большие проекты, они не могут покрыть даже части того, что должно покрываться системно, министерством, которое этим занимается. А к ним часто не достучишься, у них там, как говорится, свои задачи. И вот сейчас это как бы коалиция, она набирает единомышленников. Я поделюсь контактами, кто этим непосредственно занимается, потому что они постоянно к нам обращаются. И вот я знаю, что они ездили на последний КОП, значит, там была отдельная у них как бы презентация, что они хотят этим добиться, какой результат они видят. И вот как бы я так понимаю, что Юнисеф какую-то, наверное, ресурсную, наверное, финансовую поддержку им будут оказывать, чтобы это были какие-то более глобальные проекты. Но пока вот они с нами общаются в рамках того, что информационно, что было, кто делал, какие материалы уже доступны. И было бы хорошо, конечно, если бы вот это вот целенаправленно и с объединением усилий мы чего-то добились, потому что достучаться в наших странах до наших министерств, понятно, очень тяжелой. Будучи активистом, для них это вообще кто вы такие? Мешайте тут постоянно, что-то тут высказываетесь. То есть понятно, что это должен быть диалог другого уровня, чтобы систему менять. Да, спасибо вам большое. Вот Алия пишет, что она не могла найти. Если у вас есть возможность, поделитесь, да, с теми, кто заинтересован, пожалуйста. Вот еще у нас здесь Карина написала Бикинеева про то, что нужно начинать с просвещения в школах, а потом дети учат своих родителей и научат своих детей. Да, спасибо большое. Есть такой опыт у нас на одной из экспертных встреч тоже девушки рассказывали про то, что такой опыт есть в европейских странах. Да, совершенно верно. Если уже у нас нет больше вопросов, если больше, уважаемые экспертки, вы не хотите ничего добавить к тому, что вы сказали. Да, вот Карина написала, наверное, женщины больше погружаются в вопрос изменения климата, потому что больше чувствуют. Ну да, вот об этом уже говорили наши экспертки, тоже и Светлана и все остальные, про то, что... Можно мне добавить? Да, пожалуйста, Калия, вам. Сейчас я так вот... Ну, очень, вот был большой акт сделал на обучении, так сказать, молодежи, детей, школьников. Это все хорошо, но я иногда удивляюсь, вот когда люди, проучившиеся в УЗИ, там, изучившие основы экологии, заступают на какую-то должность и потом начинают все это, все эти основы и начинать разрушать окружающую среду. Вот очень важно, вот эта мысль была, я вот не помню, кто сказал, что обучать лиц, принимающих решения, во-первых, основам экологии, потому что часто, вот у нас назначение идет по там, ну, вы сами знаете, по каким принципам, по знакомству, по родству, по каким-то коррупционным, опционным там этим, и приходит человек, который вообще, допустим, мало ориентируется в данной отрасли, в министерство, поэтому важно, наверное, обучение тоже лиц, принимающих решения, вот вы сами, Лола, об этом говорили, надо очень этому большое значение придать и потом вот сохранить все эти законодательные основы общественной, участия общественности, вот закон о доступе к информации, там обсуждения, вот эти законопроекты на стадии принятия. У нас часто это формально проходит, мы обсуждаем, даем свои предложения, финальная версия, часто это как бы тоже упускается, поэтому вот нужно делать упор именно на обучение, наверное, лиц, принимающих решения. Спасибо вам большое, спасибо вам, я еще раз повторяю, за ваше неравнодушие, за вашу активность, за то, что вы переживаете за будущее всей нашей планеты, дорогие, дорогие женщины, спасибо большое за то, что вы приняли мое приглашение, за то, что вы потратили свое время и были здесь с нами, и я напомню, что сегодня с нами на связи спертки-активистки, лидеры в экодвижении из Казахстана, это Светлана Харитонова из Бишкека, Калия Малдагазиева, Наталья Идрисова из Таджикистана и Наргиз Касымова из Узбекистана, модерировала экспертное обсуждение я Лола Алимова, до новых встреч. Берегите себя. Удачи всем, с праздником. С праздником всех девушек. Спасибо всех с праздником. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего, да.